Дорогие друзья, меня зовут Ольга Ханнафи, я автор пигментов Ханнафи Colors Pigments и сегодня мы начнем разговор про нашу обширную линейку пигментов для камуфляжа и ореол. Именно поэтому сегодня со мной в студии Ирина Максимова, человек, которого представлять, наверное, не надо. Мастер с огромнейшим опытом вообще в области перманентного макияжа и, в частности, в области эстетической работы по дермопигментации. Дорогие коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Ханнафи Colors Pigments. Меня зовут Максимова Ирина, я работаю и живу в городе Москве и уже имею многолетний опыт по, помимо перманентного макияжа, но и также, в частности, эстетической дермопигментации тела, рубцов, камуфляжа, всего в целом и также дермопигментации ореол. Совместно с Ольгой мы создали вот такую замечательную линейку по камуфляжным пигментам. У нас есть шесть камуфляжных пигментов и пять пигментов для ореол. Итак, теперь мы поговорим о наших ореольных пигментах. Их всего в палитре пять штук. Сейчас последние уже добавились вот более насыщенные два цвета, но я начну с ореолы номер один. Она достаточно прохладная, очень приятный такой розовый, чуть-чуть с терракотовым оттенком. Более распространенная у нас в нашей полосе цветовая гамма. Очень хорошо подходит для более холодных клиенток. Иногда встречаются молодые девушки, которым нужна ореола по розовее. В некоторых случаях можно мешать с основной палитрой камуфляжных пигментов для того, чтобы достичь оттенка кожи, если мы говорим про камуфляж кожи, а не про дермопигментацию ореолы. Ореола номер два. Цвет, ну скажем простым языком, это некое кофе с молоком по оттенку. Очень приятный. Здесь немножко розовинки, здесь немножко коричневинки. В сочетании дается очень красивый цвет. Мы помним, да, что обязательно все пигменты мы перед использованием должны хорошо размешивать. Любой у бренда и для того, чтобы увидеть истинный чистый цвет. Один из самых ходовых, я считаю, для дермопигментации ореол. Точно также можно смешивать его с любым оттенком из камуфляжной палитры. Ореола номер три. Самая теплая, самая коричневая, без примесей розоватых оттенков, розоватого, вернее, цвета. Сейчас, вот в моем случае, учитывая, что очень много приходит клиентов с Витилиго, самый распространенный микс на сегодняшний день у меня в моей работе. Это камуфляж четыре и ореола три. Естественно, путем подбора добавления ореола три в камуфляж четыре я добиваюсь того или иного цвета, который близко похож по цвету кожи клиента. Но его также можно использовать в чистом виде. Это один из самых распространенных для наших клиентов по дермопигментации ореола цвета. Ореола номер четыре и ореола номер пять. Я про них расскажу сразу вместе, потому что эти пигменты вышли только совсем недавно по некоторым многочисленным просьбам, учитывая, что немножко не хватало в ореольных пигментах тех темных оттенков для более детальных работ. Также вот ореола четыре, она чуть темнее, чем ореола три, если мы вот так вот посмотрим. Но она такая же теплая, она не уходит ни в какой холод. В отличие, например, пятерка пять, она больше в красноту будет уходить. Вот если видно сейчас, да, она для детальных работ. Я бы ее, наверное, смешивала бы, скажем так, или с какой-то более светлой ореолой, если вам не хочется такого насыщенного цвета. Можно также использовать все оттенки камуфляжных. Ну, кроме розового он вам не нужен, потому что здесь и так достаточно красного. Так что эти все два последних пигмента, четыре и пять ореольных, они, чуть основа у них красноватая, но оба пигмента достаточно теплых. Итак, дорогие коллеги, вы ознакомились со всей палитрой 11. Смотрите, какие красивые, вот такие мампасьешки стоят. Про каждый пигмент я все вам рассказала. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал Hanafi Color Pigments. Также в группе Telegram очень много мастеров, которые там состоят. А я вам всем желаю красивых работ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!